Всем привет, с вами Гобс и сегодня я хочу рассказать вам о таком бесплатном проекте, как Break Free. Это, с позволения сказать, игра, в которой есть всего три миссии, играешь ты за девушку, которая отстреливает жуков. Ну это так, максимально примитивно. По жанровой составляющей это шутер от третьего лица, ну по крайней мере он так задумывался. На деле же все не совсем так просто. Разрабатывал эту поделку один человек и, насколько я понял, изначально его задача была попасть в какую-нибудь команду разработки игр, ну или же на худой конец заработать на патреоне. В целом в игре присутствует достаточно стандартный набор ассетов, ну то есть и графических элементов, и визуальных. Главную героиню можно переделывать, то есть там есть какой-то редактор условный, ну да, он более-менее нормальный. В игре есть даже хаб и какой-то пародия на сюжет, но тут случилось две проблемы. Первое. У игры периодически случаются баги, благодаря которой я не очень понял сюжет, ну и плюс ко всему умножайте тот факт, что я не очень хорошо знаю английский. Вот. И вот это вот все наложилось, я просто на это дело плюнул. У меня просто текст не прогрузился. Но, насколько я понял, есть некая база, где сидят одни дамы, на которой, кстати говоря, можно прокачивать оружие, сейчас расскажу про оружие. И можно выбирать миссии. Ну, вроде бы как. Я смог выбрать только одну из трех, хотя вроде бы их можно в любом порядке выполнять. Выбрал я одну из миссий, которая активировалась. Произошло какое-то странное движение, вроде как активировался портал, и игра как будто зависла. Но нет, на самом деле она меня перекидывала на другую карту. После того, как я оказался на другой карте, я решил, что значит сейчас появятся враги, и начал их искать. Короче, врагов я сходу не нашел, но они нашли меня сами где-то через минуту. Начал я их отстреливать из того, что мне дали изначально, а это был автомат. Работает он не очень эффективно, но в целом вроде как бьет. Импакт противников как-то вообще не заметен, импакт оружия тоже. Потом я переключился на пулемет, и с пулеметом уже резал все более-менее нормально, хотя ленточка у пулемета, вот ей-богу, я не знаю, дергается, как ленточка одежды. Ну, как бы, оно называется пулеметная лента, но оно немножко по-другому себя ведет. Если бы она была тканевая, это один вопрос. А это жесткая лента, и когда я так подпрыгиваю, она не должна как-то так дергаться неадекватно. Но это еще не все. Касательно прыжков, раз уж я тут их упомянул, они в игре есть, и у них какая-то проблема с расчетами. То есть ты можешь подпрыгнуть высоко, можешь не очень высоко, иногда это заметно, иногда не очень. А иногда ты подпрыгиваешь, подпрыгиваешь на реактивном ранце. В игре есть реактивный ранец. И вот пока я падал, я фактически летел. Да, там есть возможность поймать тот самый момент, когда ты можешь тупо пролетать над картой. Ну и, насколько я понял, в миссии было основной задачей убить неких противников, а конкретно огромного жука, которым я все время убивал. Похожий на сороконожку или на червя, черт его знает, что это такое. В общем, надоело мне это под конец, и я из игры уже тупо вышел. В целом это немножко неправильно, но не суть. Есть еще и третий вид оружия. Он похож на плазмаган, скорее всего это плазмаган, или же это какая-то пилка, которая запускает, ну, циркулярку, грубо говоря, противника. Вроде как она один выстрел, один труп, но не всегда срабатывает, опять же. Патроны в игре заканчиваются, и ты собираешь их с помощью осколков, которые выпадают из противников. В целом, не самая плохая задумка. Ну, что касается графически, ну, это обычный набор графики для Unreal Engine 4. То есть он не плохой, не хороший, но с анимациями беда. Как итог можно подвести то, что это не игра, это именно что альфа-версия, наверное. Благо она бесплатная, поэтому жаловаться нет смысла. Не так много багов, как обычно бывает у подобных проектов. В целом, оно выглядит органично. То есть есть какая-то прокачка персонажа. Есть возможность переодеть персонажа. Я не знаю, влияет это на статы или нет, там не было заметно. Есть возможность прокачивать оружие, но все это тебе недоступно. Потому что пройти даже первую миссию нереально. Ну, может быть и реально, но я не понимаю, как это сделать. Но, с другой стороны, на свой страх и риск, пожалуйста, господа. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, я все читаю. Ну, и, конечно, не забываем самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова